Детская больница – лечебное заведение особое. Далеко не каждый взрослый с охоты идет в больницу, что уж говорить про детей. Для них больница – это большое психологическое воздействие, страх. Поэтому сейчас главная задача – сделать условия наиболее комфортными, чтобы и дети, и их родители чувствовали себя удобно. Причем как в плане эстетики, так и функциональности. Удобства создаются и для пациентов с ограниченными возможностями. На первом этаже Управление здравоохранения спланировало развертывание трех коек палиативной помощи. Это помощь для тяжелобольных детей, которые имеют выраженные болевые синдромы, дети, которые имеют инвалидность. И мы стараемся сейчас сделать эти боксы так, чтобы они могли соответствовать тем условиям, которые нужны для этих детей. Пандусы должны быть поручними для того, чтобы передвигались инвалиды. Они будут обеспечены колясками здесь у нас в отделении. Будут установлены холодильники, функциональные кровати, кроватные мониторы, подводка кислорода. То есть вот это все позволит нам оказывать помощь, которую от нас ждут вот такие больные. Последний раз серьезный основательный ремонт проводился 20 лет назад. Сейчас ничто не стоит на месте, развивается. В детской больнице стараются создать все условия, способствующие быстрому выздоровлению ребенка. А на это, как известно, влияет не только процедуры, таблетки и уколы, но и сама атмосфера. В детской больнице будет много света, ярких красок, заменят коммуникации, электричество. Окна были в аварийном состоянии. Сейчас мы видим пластиковые окна, которые открываются для проветривания. Ну и, естественно, освещенность улучшается. Мы планируем так, чтобы у нас боксы, которые сейчас ремонтируются на фирмонтаже, были светлее, ярче и были удобны для того, чтобы их можно было обработать. За ходом ремонта следят постоянно, проводят проверки, контролируют качество выполнения работы. На сегодняшний день немного задерживаются сроки сдачи, но это оправдано со слов заместителя главы города Веры Соколовой. Те моменты, которые, на наш взгляд, не соответствуют заявленным нормам и требованиям, они подлежат обязательно переделанию, потому что в конечном итоге мы должны получить именно объект, который будет сделан с учетом требований именно к медицинским учреждениям. Но это не говорит о том, что мы слишком отклонились от выполненных заявленных сроков, и мы планируем, что к середине июля, начало августа ремонтные работы на данном объекте будут завершены. Стоит отдать должное врачам, несмотря на ремонт, они продолжают лечить детей. Больница работает. Пациентам, конечно, приходится терпеть временные неудобства, но в противном случае им бы пришлось лечиться в Тамбове. Ремонт делается поэтапно. Как только доделают работу на первом этаже, приступят ко второму и к третьему. Изменения в детской больнице планируются не только внутри, но и снаружи. Заменят кровлю, оборудуют вход и фасадную часть. Наталья Киселева, Сергей Тамахин. Новости ТВ-Рассказово.